Очень бы хотелось, чтобы сроки никто не переносил, и 28 октября мы вошли в новое просторное здание библиотеки. Но, к сожалению, по ряду причин, все вы о них знаете, это и необходимость проведения выборной кампании. У нас в этом помещении два изобретательных участка. Мы сознательно пошли на то, чтобы решить предотвратчикам вопрос о переносе сроков выполнения работ на более поздний период. Хотя, конечно же, часть работ, мы ставили перед предотвратчиком такую задачу, он должен был быть выполнен до проведения выбранной кампании. Часть демонтажа, правда. Это мы с вами вместе здесь первый раз, я здесь далеко не первый раз. К сожалению, не очень высокими пока темпами идет работа, но, вижу, сегодня закрывается тепловой контур здания, что поможет. Активизирует работу и по аштрафированию, и по устройству миллионных полов. Подрядчики обещают выполнить работу по 6 декабря, и выражаю уверенность в том, что это случится. Компания, которая работает на этом объекте, уже занималась обустройством одного библиотечного помещения, вы знаете, в городе Назарова. Поэтому, полагаю, что все у нас получится. Хотя работы еще предстоит очень много. Сергей Иванович, а окончательно библиотека вернется сюда и встретит своих посетителей? В этом году успеют? Да, безусловно. Строительная работа должна быть завершена, как я сказал, 6 декабря, а 24 декабря мы планируем открытие библиотеки. Вот эти 18 дней нужны будут для того, чтобы сюда вернулись библиотекарские работники, навели здесь порядок, завезли все, что вывезли отсюда, фонды, и организовали работу, и приняли первых посетителей. Поэтому 24 числа мы будем открывать при любых обстоятельствах. Но подрядчик сегодня не сообщает вам ни о каких-то сложностях с поставкой тех же материалов? Нет, подрядчик еще три недели назад докладывал о том, что все материалы он укомплектовал, проплаты провел. Вот сегодня говорит только о возможных рисках, связанных с объявлением нерабочими днями, вот периода перед 7 ноября. Потому что в Краснодарство приходят материалы, допустим, 28-го, 29-го, 30-го уже нерабочие дни начинаются. Вот высказывает опасения только в этой связи. Хотя вот мы тут полагаем, что 28-го, 29-го эти материалы нужно будет оперативно перехватить в Краснодарский и завезти сюда. Для того, чтобы, безусловно, даже в эти выходные дни подрядчик работал, потому что график напряженный, и лишних выходных дней там точно нет. Два проекта мы реализовали совместно. Это библиотека, это скверх Алия Шахтурской славы «Скорбящая мать». Оба объекта были завершены в сжатые сроки. Алия «Скорбящая мать» была завершена с опережением на один месяц. Он свои виды работ выполнил с опережением. Понятно, что там были опоры, которые долго он два месяца ждал, не мог получить. Но по мере получения за несколько дней работы завершил. Поэтому полагаю, что сегодня он показывает образец многим подрядчикам в городе. По тому, как нужно относиться к работе. Субтитры создавал DimaTorzok